Участник боевых действий, харьковчанин Олег Лило, рассказывает, с женой и двумя детьми живет в однокомнатной квартире. Хочет воспользоваться возможностью улучшить бытовые условия и купить квартиру в новостройке по новой программе. Документ утвержден на сессии областного совета. Проект позволит ветеранам АТО, построителям, приобрести первичную недвижимость за 60% от стоимости. Остальные 40% будет профинансировано из областного бюджета. Как нам объяснили, что квартиру можно взять за 10 тысяч долларов, я думаю, что при каких-то возможностях по родственникам собрать ее можно. То есть это не такая большая сумма для квартиры в городе, чтобы ее получить. Это очень интересно и я думаю, что это даже доступно, можно сказать, на данный момент. Программа разработана областным департаментом градостроительства и архитектуры по поручению председателя областной администрации Игоря Райнина. 32,5 миллиона гривен планируется направить из областного бюджета. Будет привлечено около 50 миллионов гривен собственных средств участников АТО. Безусловно, имеют право участвовать в этой программе все участники АТО, которые подтверждены документально. Значит, мы разделили эту ситуацию и на приобретение квартир, и на строительство. Потому что многим вы знаете, что в Харьковской области практически всем желающим участникам АТО выделены земельные участки. Программа рассчитана пока на три года. 185 квартир получат наши граждане, 185 семей. И по годам это 37, это первый, первый, 16-й год, 17-й, 18-й, по 74 квартиры. Согласно программе, участник боевых действий имеет право на 21 квадратный метр общей площади жилья и дополнительно 10,5 на семью. Это может быть дача, дом или квартира в новостройке. Сумма финансирования будет зависеть от опосредованной стоимости одного квадрата площади жилья, утвержденной на момент заключения договора. Для Харьковской области сейчас эта цифра составляет почти 8 тысяч гривен. Документы проходят все согласования, оформляются, проверяют его финансовую состоятельность. Он должен будет внести остаток денег на свой банковский счет. Счет находится в Державном банке. То есть эти деньги никуда не денутся, они находятся на его счете. После того, как деньги внесены, он свои 60% заявил, они у него есть. В этом случае, соответственно, из областного бюджета 40% по этой программе поступают на его счет. Как рассказывает в областном отделении Госслужбы Украины по делам участников АТО, именно жилищный вопрос наиболее актуален для демобилизованных военных. Около 300 семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Реализация программы позволит обеспечить недвижимостью 185 из них. Будет введено почти 14 тысяч квадратных метров жилплощади. Приоритет для тех, кто стоит на квартирном учете, для многодетных семей и военных переселенцев. Ребята сохранили верность присяге, вышли со своими подразделениями из Донецкой и Луганской области, из оккупированных районов и по факту остались без жилья. Семьи даже у некоторых остались там на оккупированной территории, они не могут перевезти, потому что нет жилья. Поэтому мы считаем, что это та приоритетная категория, которая должна получить жилье в первую очередь. Областная администрация уже начала работу с застройщиками. Реализовать программу будет Фонд молодежного строительства. Виктория Вашкевич, Алексей Калмыко, Алексей Жучков. Объектив неделя.